Всем хай дорогие друзья с вами Валерий Хаус и пока у меня идет борьба на подключение безлимитного интернета чтобы канал не пустовал без контента я решил вернуться к летсплеям и начать прохождение старенькой игрушки 2008 года под названием анабиоз сон разума игра survival horror созданная украинской студии action forms или фармс фармс по моему вот сюжет игры разворачивается 81 году играть мы будем за метеоролога александра невского который получает сверх там секретную какую-то телеграмму и должен покинуть судне арктику вот но вместо теплого приема он получает настоящий кошмар вот попадает на ледокол который пропал без вести много лет назад во льдах антарктики вот давайте посмотрим что она ждет за кошмар моя история неутешительная она не сладостно и не гармонично какими бывают вымышленные истории она отдает бессмыслице и смутой безумием и сновидением как жизнь всех людей которые не хотят больше обманывать себя картинки какие-то жили на земле в старину одни люди еще по-русски говорят проходимые леса окружались трех сторон таборы этих людей четвертой власти были это веселые сильные и смелые люди и вот пришла однажды тяжелая пора явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса там были болота и тьма потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви что сквозь них не видать было небо и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листу но когда его лучи падали на воду болот то подымался смрад и от него люди гибли один за другим нужно было уйти из этого леса и для того были две дороги одна назад там были сильные и злые враги другая вперед там стояли великаны деревья плотно обняв друг друга могучими ветвями опустив узловатые корни глубоко в цепки ел болота это были все таки сильные люди и могли бы они пойти биться насмерть с теми что однажды победили их но они не могли умереть в боях потому что у них были заветы и кариб умерли они то пропали б с ними и жизни и заветы сколько можно говорить и потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота они сидели а тени от костров прыгали вокруг них безмолвной пляски и всем казалось что это не тени пляжа а торжествуют злые духи леса и болота ну откажись игра началась на то время кстати игра была по графике на высоком вообще уровне так это сохранение ну собственно мы чтобы открыть люк нажмите р маус р маус надо нажать так нам надавлю короче очутились где-то очнулись или проснулись где-то и чё для приседания используйте л-контрл на надо удерживать удерживаем так вот здесь автосохранение о не автосохранение быстросохранение есть все замерз холод здесь значит жуткий чтобы открыть люк нажмите р маус ху жесть оп мы взяли фонарик отлично фонарик включается и выключается клавишей окей мы тебя поняли что за а типа нам не выйти в обратно нам остается двигаться только вперед в кромишном холоде в темноте так и куда ж мы попали такие узорчики нарисованы дверь закрылась так хорошо что мы тепло одеты хотя что вот смотрю у нас по бокам тут замерзшие вот по экрану так во 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 что за что человек появился и и и а а а а а а а а что это сейчас было ладно пока не ясно ничего так лесенка дверь лестница разбита получается да нам туда не пройти наверх давайте туда дверь можно бегать удерживая клавишу shift но внимательно следите за желтой шкалой индикатора это запас ваших сил ну понятно выносливость у нас кончается как и во всех играх в принципе большинстве о-о-о снова какие-то видения это типа начало то чтобы мы до этого видели так у нас с этим выносливость кончается после таких вот глюков так что мне делать теперь а он наверх сейчас вы еще слишком слабы чтобы долго бегать но со временем наберете сил чтобы меньше уставать и быстрее восстанавливаться фонарик фонарик включать не забывать ой медверью пришибла но но пока ничего не ясно я так понимаю снова и ведение я так понимаю это вот он и есть ледокол заброшенный как мы здесь очутились непонятно видимо из этих вот из этих вспышек мы поймем как мы очутились на этом ледоколе он кстати наверно он и виднеется вдали когда показывают все задом на перепутках с конца а 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 внизу человек лежит понятно короче мы вот провалились под лед и очутились здесь короче были без сознания какое-то время так к этому к этому телу надо идти что папирос замерзшие папиросы а а это как-то по-другому а 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 и а а а а а Мои предположения не оправдались. Младшему научному сотруднику Северной полярной станции Полюс-21 Александру Нестеру прибыть 27 марта 1981 года в точку с координатами 86 градусов 21 минута северной широты, 74 градуса 57 минут в точке для поднятия набора атомного ледокола Северной полярной. Записки хоть читают сами, радуются. Так, я так полагаю, правильно идем. Оп, залезли наверх. А, здесь не сохраняется, смотрите. Здесь собаки колают. Собаки. А, она куда-то ведет, куда-то зовет. Куда она пропала, вон она, вон она. Я иду, иду. Вот он, ледокол Северный ветер. Не могу понять, как обойти над этой стороной. Если я,, побегу... все ломается а вот в принципе да вот мы сюда и пришли забрались короче в этот северный ветер почему-то были бессознания туда не забраться что ли? надо вниз так здесь пусто банки кто-то сложил беломор канал замороженный хлеб замороженный так никаких действий здесь не делается а ну понятно мы вот обошли обошли завал да уж не хотел бы я в реале здесь очутиться что ведро упало о о труп это реальный труп замерзший матрос а запустили реактор отлично смотрите смотрите все растаяло все тает здорово это хорошо крупешник тоже сейчас оттаивает оттаивает прикольно о что-то можно взять что-то а а надо погреться может ничего себе сейчас мы пополный а все пополный никак да погреться ну ну и что теперь делать так тушитель ведро песок а как туда пробраться пробраться никак что о о дверь сама открылась нахер сохранимся что что там банки расставил пока все тихо садись грейся пока догорает я еще пару ящиков притащил пусть сонут типа дровишки что ли садись грейся пока догорает опана ха 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 круто а чё она заколочена кто заколотил что чтобы согреться необходимо нажать удерживать air mouse о о всех о fil мать чё за блин блинский чё за приходы трупа нет учу пока я же ничего нет что происходит лопату может взять там же чувак с топором цепь с замком можно взять с помощью а да ладно ничего себе это чё у нас блок ещё и выносливость кончается когда я так делаю надо сохраниться он опять там на лестнице висит так можно открыть да может может ну его а что почему у него такие я хочу вон тот топор топор больше нравится чем замок с цепью так ладно давайте сохранимся нажмите L-Mouse чтобы сбить доски кулаком почему их просто тупо не оторвать эти доски а не бить по ним кулаками так ещё один труп мне не нравится это место уже фонарик включить прима что фигня ну-ка иди сюда это я сейчас так чтобы выбирать ударную руку и указывать направление удара удерживайте клавиши движения а ничё блин я выдохся пока его мутузил так лампочка понятно надо значит лампочку сохранимся а погреться можно да ой лампочку не разбил следите за понятно за шкалой за этой блин с одними кулаками ты далеко не уйдёшь вот 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 опять что ли появится Ну-ка, ну-ка. Оп. Матрос. Да что ли? Ой, он меня убил. Ну-ка, говничок. Сейчас тебе... На. Отлично влетела тебе, а. А, еще получи. Может, еще хочешь? А что, он отвернулся? Защищаемся от ударов, удерживая клавишу. Вермаус. Да не помогает это защищение. Так. Мы измотанные. О. Отлично. Оп. Так, давайте сохранимся. Не-не, надо что-то, что-то посерьезней, чем кулаки с цепью. О. Что ж вы такие? На. Ну-ка, еще. Чтобы нанести комбинированный удар, необходимо одновременно удерживать сразу две клавиши движения из набора. Ого-го. Что-то этим матросам мне уже дали просраться немножко. На. Получи. Так. Вон, лампочка может погреться. А, дойти до нее. Что за... А, блин. Эти вот вспышки непонятные. Не забывайте греться от источников тепла. Тепло является единственным источником вашего здоровья в игре. Это я уже понял. Что, без тепла никуда. Да, блин. Путаем, кнопки путаем. Так. О! Как там комбинированный удар? Управление я нифига не разобрался, но чувака я вынес. Досранцы. Скример на скримере, короче. Так, а здесь нет лампочки? Нет. Почему, а фонарик нельзя погреться? Он же тоже как источник света. Чувак в позе эмбриона. Вы можете предотвратить гибель этого человека, когда вы нажмете R-Mouse. С помощью способностей, Ментал Эхо, проникните. Ничего себе. Быстро! Двери наверх! Здесь сейчас прорвет! Двери наверх. Где она? Так, 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 так. Всем покинуть первый и второй отсеки. Угроза затопыления. Подняться на верхние палубы. Да иду, иду я. Вам не удалось изменить действие этого человека таким образом, чтобы он выжил. Попробуйте еще раз. Гау. Быстро! Двери наверх! Здесь сейчас прорвет! Я бегу! Бегу, бегу. Удача! Вы спасли погибшего человека, а значит, сами стали чуточку лучше. Впереди присты тяжелый путь, на котором вам встретится еще много таких препятствий. Отлично! Ну, хоть кому-то помогли. Короче, мы перемещаемся между прошлым. Настоящим. Капитан, лоза показывает скопление льда по проложенному курсу. Лоза? Это ваш новый ясновидящий прибор? Ясновидение оставим шаманам. А это точная научная аппаратура. Ошибки исключены. А знаешь, почему лозой назвали? Да, читал когда-то. Раньше с помощью лозы, кажется, воду искали. Правда, тогда и лес на корабле рубили, и вдаль под парусом ходили. В общем, времена больших открытий. Все приходит со временем. Чтобы управлять кораблем, нужно, чтобы он уважал тебя. Слушать, понимать его, разговаривать с ним. Год за годом быть с ним наедине. Тогда становишься не просто капитаном, а частью чего-то большего. Как-то сложно все у вас. А, по-моему, достаточно покрепче взять штурвал в руки. Вот дали бы. Попробую. Быстрый ты. Ножка ли так не терпится. Пробуй пока на этом. Пошутил. Ну что? Давайте я буду заканчивать это на этом. Эту серию. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Группу ВКонтакте. Ссылочку я оставлю. Но группа еще пока про разработки. Вы можете пока подписываться на нее. Вот. Комментировать. Оставлять свои отзывы. Делиться с друзьями. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.